19 часов и 4 минуты в российской столице. Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пранько. Это «Реальное время». Финам-ФМ. Сегодня у нас гостья. Человек, который не нуждается в специальном представлении. Хотя, как говорят на телевидении, я гостю все-таки протитрую. Это Ксения Собчак, член координационного сайта российской оппозиции. Ксения Ратвить, добрый вечер. Ксения Собчак. Ксения Ратвить, добрый вечер. А другие силы, ну они так в сторонке стоят, да, так тихо. Ну давайте, давайте, ребята, давайте. Вот там сейчас вы раздеретесь. То, что нам и надо. Правильно ли мои впечатления? Или это нормальная дискуссия? Я надеюсь, что все-таки нет. И я тоже к коллеге Пиантковскому отношусь как к публицисту с большим уважением. Действительно, многие его тексты заслуживают того, чтобы как минимум с ними ознакомиться. Я бы хотела еще раз напомнить, что эту полемику все-таки начала не я. И это, мне кажется, здесь принципиальный вопрос. Потому что мы изначально договаривались о том, что Крадиационный совет должен быть максимально открытым органом. И поэтому все наши предложения, все какие-то конструктивные вещи и Сергей Пархоменко, и я от группы граждан, мы помимо того, что мы рассылали своим коллегам, мы сразу сделали это доступным, эту информацию нашим избирателям. Разместив в блогах, в ЖЖ, на сайте Эхи Москвы и так далее. Другое дело, что, естественно, нужно понимать, что за все эти две недели проходило много встреч с разными людьми, в том числе и с Удальцовым, и с какими-то другими членами Крадиационного совета, где мы обсуждали по-разному, иногда достаточно жарко, вот наши предложения. Хочу также отметить, что ни я, ни кто-то другой, и даже Сергей Удальцов эти разговоры не выносили на общественное обсуждение. Первым, кто это сделал, сделал коллега Пиантковский. До этого мы общались с ним в том числе внутри нашей какой-то внутренней рассылки, и все это уже обсуждали и не раз. Поэтому, так как, честно говоря, меня задел такой чуть-чуть, знаете, поучительный тон и, честно говоря, какие-то достаточно оскорбительные выпады в адрес меня и моего коллеги Сергея Пархоменко, я посчитала нужным ответить, потому что свою позицию нужно защищать. И если господин Пиантковский решил выйти в некое общественное поле, то я считаю необходимым и важным тоже объяснить своим избирателям, почему мы идем этим путем. Я считаю, что мы все были избраны в Крадиационный совет для того, чтобы дискутировать, но не для того, чтобы кого-то поучать. Если, и в частности, я пишу об этом в своем посте, если коллеге Пиантковскому удобнее действовать так, как он это прописывает, пусть действует, но почему он не дает право другим людям предлагать свою повестку, шествие, свою повестку, дискуссии, свою повестку дня. Давайте напомним нашим слушателям, может быть, кто-то не читал и не в курсе этой полемики, в чем суть противоречия, а что вы споткнулись? Суть противоречия, так совсем в сжатой форме, я думаю, более подробно это можно почитать в моем блоге «При желания». Суть противоречия состоит в том, что группа граждан, как теперь именуют себя члены гражданской платформы, мы решили сменить название из-за новой активности Михаила Прохорова, чтобы как-то подчеркнуть, что мы как-то никаким образом не связаны. Мы вынесли достаточно серьёзное предложение, разработали нашей группой по следующему шествию. Число, девятое число воскресенья, некое общее название Юрьев день, также мы предложили на голосование ряд других названий. Хочу сразу это подчеркнуть, что ни для кого из нас название Юрьев день не является принципиальным. Это просто одно из предложений, так уж случилось, что девятое просто совпало с этой датой, и, так сказать, грех было бы это не упомянуть. Предложение того, чтобы, и это самое принципиальное, чтобы шествие было без митинга, чтобы не было больше никаких митингующих, никаких речей, и персонализированный характер этого шествия, чтобы каждый человек мог, если он хочет написать своё имя, фамилию, написать, что он за вот те или иные политические реформы. Если он не хочет этого делать, он может этого не делать, или может написать любое другое имя, то есть это не какой-то, знаете, какая-то официальная информация. Но это просто жест показать, что люди, которые выходят, не боятся говорить о том, кто они, не боятся писать своё имя, и выйти с какими-то такими важными, как мне кажется, требованиями. Безусловно, важной частью этого шествия должны стать требования в поддержку политзаключённых. И вот тут дальше с коллегой Пиантковским мы, как я понимаю, разошлись в методах. Он считает, что те программы, которые мы предложили, связанные с политической реформой, а потом позже я предложила пакет мер и предложений по выходу за независимый суд, это не радикально, это шаг назад по сравнению с предыдущими митингами, это как бы смирение ситуации, и вот это недостаточно жёстко. Надо по-прежнему настаивать на отставке президента, надо по-прежнему идти с этим, и вот банду Путина под суд, как говорится, и дальше уже с этой риторикой спасать политзаключённых. В своём ответе я сказала просто, что вот, друзья, нам шашечки или ехать? Если мы хотим действительно помочь политзаключённым, у нас есть только один шанс это сделать, это собрать как можно больше людей. Я абсолютно уверена, если сравниваем митинги прошлого декабря и последние сентябрьские, что больше людей приходит, когда с одной стороны есть ещё надежда, сейчас этого фактора, к сожалению, уже нету, но с другой стороны они приходят на более широкие требования. Митинг просто за политзаключённых, к сожалению, собирает сейчас 5-6 тысяч человек, мы все это видели. Это факт и реальность жизни. Мне бы хотелось, чтобы это было иначе, и люди выходили не только за свои интересы, но и за интересы тех людей, которые невинно сидят в тюрьме. Но этого не происходит, давайте быть реалистами. Соответственно, нужно выходить широкими требованиями, которые могли бы заинтересовать даже самую неполитизированную часть граждан, которые тем не менее недовольны тем, что происходит в нашей стране. И чем больше будет людей, тем больше будет шансов, что на эти требования обратят внимание, и что мы сможем реально вот этой массовостью помочь политзаключению. И в ответ вы получили такую отповедь, что вы сливаете протест. Ну, эту отповедь я получаю постоянно. Более того, насколько я знаю, Пиантковский даже где-то сказал, что я, Пархоменко и Парфёнов, это гламурная прислуга Путина. То есть коллега Пиантковский всё время оперирует какими-то замысловатыми, прекрасными формулировками, но на то, наверное, он и прекрасный публицист. Вы знаете, я совершенно не хочу ни с кем ссориться, ругаться, и я не для этого пришла в Координационный совет. Я пришла для реальной работы. Вот я считаю, что моё предложение, предложение группы граждан, может много кому не нравиться. Это вполне было бы честно и демократично, если бы коллега Пиантковский, и я об этом тоже написала в своём посте, выдвинул свою концепцию шествия, число, название, структуру, маршрут, требования, и выставил это на голосование. И мы бы уже в нормальном рабочем режиме решали, чья концепция устраивает большинство, чья вызывает больше положительных откликов. Это было бы справедливо, и в этом смысле, наверное, если бы большинство было за концепцию Андрея Пиантковского или Сергея Удальцова, я бы тоже должна была... Если совсем утрировать, получается, Ксения, что вы против лозунга «Путин уходи»? Нет, я не против. Я за то, чтобы что бы мы ни делали, было эффективным. Я за эффективность. Вот я понимаю, что в сегодняшней реалии в очередной раз таким взвывным голосом что-то там рычать про банду Путина под суд, но это не актуально просто сегодняшнему моменту. И я об этом тоже написала. Когда будет 500 тысяч на Красной площади, можно будет это кричать. Даже можно будет уже не кричать, потому что тогда, я надеюсь, уже будет совсем другая ситуация и уже просто молчаливая толпа, которая никуда не уйдет, но в составе 500 тысяч, это будет реальная сила. А пока нас, мягко говоря, чуть меньше, нужно как-то адекватно себя чувствовать в реальности и понимать эту реальность. Вы знаете, политик, мне кажется, это человек, который тонко чувствует ту реальность, в которой он находится. Если он из этой реальности находится в отрыве, то чем мы тогда отличаемся от Путина, которого мы все время обвиняем в каком-то вакууме, в том, что он не понимает ситуацию в стране, но если нам кажется, что мы выйдем в очередной раз, там, покричим, Пойдем на новости. 19 часов 17 минут, реальное время Финам ФМ, здесь, напротив меня, в московской студии нашей станции Ксения Собчак. И продолжаю. Если вы не против лозунга Путин уходи, но в то же самое время понимаете, реальность, мягко говоря, несколько иная, и вы выдвигаете свою антитезу, это независимые суды, то есть как столб такой, такая основа. Я прочитал сегодня и другие посты, в том числе ваших коллег из Координационного совета, которые утверждают, но Ксения ошибается, невозможен независимый суд при режиме Владимира Путина, то есть это такой романтизм, мы согласны с ней, но вот она романтик, и это не получится. Вы все-таки настаиваете на этом? На том, что независимый суд является краеугольным вопросом, вот даже в нынешней путинской России. Да, вы знаете, я считаю, что мы все помним эту прекрасную присказку, вам не нравится моя прокуратура, тогда идите в мой, вам не нравится мой следственный комитет, идите в мой суд. В этом смысле, безусловно, суд является краеугольным камнем всей этой системы. Безусловно, я думаю, что нынешний режим заинтересован в том, чтобы суд был таким, потому что, образно говоря, если он будет другим, то будут и другие уголовные дела, и совершенно другого качества расследования экономических преступлений и так далее. Не будет политзаключенных, поэтому очевидно, что система заинтересована в том, чтобы воссоздавать вот эту абсолютно преступную судебную систему Российской Федерации. Поэтому я считаю, что мы должны начать предлагать, как эту систему можно реформировать. Мы должны начать это требовать. Другое дело, что я тоже не могу прогарантировать, что это будет услышано. Другое дело, что я не уверена, что в очередной раз нас с этими предложениями, как говорится, не пошлют куда подальше. В тот же самый суд. Да, в тот же самый суд. Но то, что совсем по-другому будет выглядеть оппозиция, когда мы предложим совершенно конкретные меры, разработаем судебную реформу, когда мы начнем бить вот по этим точкам. Независимые требования независимого суда это очень важная точка, очень болезненная точка в этой системе. Так же, как в свое время этой точкой стали честные выборы. Потому что, когда ты выходишь за честные выборы, то, собственно, а кто против честных выборов? Мы за, а вы, соответственно, против. Сказать, что эта власть может говорить прямо о том, что она против независимого суда, нельзя. И в этом, я считаю, сила такого требования. Потому что на словах мы все за независимый суд. И Владимир Владимирович Путин в любой публичной... Первый подпишется под этой бумагой. Конечно, да. Соответственно, здесь в этом есть какая-то вот такая правильная ловушка. Потому что, если все за, так давайте вот есть предложение, как реально это осуществить. Мы все знаем, что сегодня происходит в судах, что практически нет оправдательных приговоров. Мы все знаем, как набираются эти суди и как работает так называемая басманная правосудие. Поэтому, если мы все за независимые суды, вот есть варианты, как их реформировать. И посмотрите, даже можно провести такую же аналогию с честными выборами. Да, те выборы, которые прошли после наших лозунгов честные выборы, были нечестными. Но уже появились веб-камеры, уже появилось какое-то движение, и противостоять этому очень сложно. Поэтому я считаю, сейчас, к сожалению, еще раз повторю, мы не можем рассчитывать на успех завтра, на то, что пять раз прокричав жулики и воры пять минут на сборы, они действительно соберут вещи и через пять минут уйдут. Не уйдут. Это уже очевидно. Оказалось, что они не собираются. Да, соответственно, для того, чтобы все-таки когда-то это стало реальным, мы сейчас должны постепенно, работая над тем, чтобы действительно создать судебную реформу, политическую реформу, создать это все в рамках Координационного совета, чтобы мы выходили с конкретными осуществимыми на сегодняшний момент требованиями. То, что происходит в том числе с политзаключенными по болотному делу, связано напрямую с судом. Поэтому это хорошая точка, в которую можно бить. Я поэтому считаю, что сделать этот первый митинг на основе вот этого главного требования честных судов это хорошая идея. Во всяком случае, я выдвинула ее и я готова ее обсуждать, готова обсуждать те тезисы, о которых я говорила в рамках этого. На ваш взгляд, вот эта дискуссия, она является слабой стороной Координационного Совета. Дискуссия вы имеете в виду? Ну вот это полемика, да, по дате, по лозунгам, по формату, по тезисам, которые будут выдвигаться в качестве требований. Я услышал такую позицию и такое мнение, что, в общем-то, вот у них началась драка, да, и власти надо на пятой точке просто ровно сидеть и дождаться того момента, когда они перессорятся друг с другом, потому что они все там амбициозны, потому что они, каждый имеет свое я, да, ну и затем, в общем-то, воспользоваться этой ситуацией. И даже не столько вы будете сливать, да, сколько те, кто, в общем-то, может и сидеть на этой пятой точке. Ну, знаете, я все-таки надеюсь, что мы все найдем какой-то компромиссный, разумный вариант, потому что я думаю, что Координационный Совет в том числе и был создан, потому что все понимали, что либо мы все проиграем, либо все выиграем. Поэтому рассорившись, очевидно, что это будет результат с нулевой суммой для всех. Другое дело, что я вообще, вот позволю себе такую крамульную мысль, я вообще считаю, что сейчас надо принять реальность, что вряд ли девятого или восьмого, неважно, числа выйдет столько же людей, сколько в декабре прошлого года, к сожалению. Я об этом тоже писала, потому что тогда люди выходили с надеждой на то, что действительно наступит перестройка, что их требования будут услышаны, что власть образумится и начнет либерализацию. Сейчас уже всем очевидно, что власть этого ничего не начнет. А если и начнет, то только под большим давлением. И здесь получается замкнутый круг. Власть может начать либерализацию только под еще большим давлением, чем в прошлом декабре, а этого большего давления, к сожалению, мы не можем создать массовостью, потому что люди потеряли в каком-то смысле надежду. Я надежду не потеряла, и множество политических активистов тоже ее не потеряли, но этих людей меньше, чем того количества рассерженных горожан, которое вышло в декабре. И этот фактор тоже нельзя не учитывать. Сейчас время под волной. Знаете, в декабре мы были на волне, и тогда все хотели быть рядом, и всем это очень было приятно. Конечно, сейчас и ситуация изменилась. Прошли репрессии, прошли посадки, люди сидят в тюрьме, кого-то запугали, кого-то сломали. И сейчас, находясь в фазе, так сказать, под волной, не все хотят продолжать рисковать, не все хотят продолжать выходить на улицу. Я хочу, Ксения, чтобы вы развеяли мифы и сплетни, которые очень часто появляются в социальных сетях, да и в разговорах между людьми, я не знаю, там на кухнях, курилках и так далее, что, в общем-то, возвращение денег, я вам буду воспроизводить, вот как я слышал это, причем от журналистов, людей вроде как информированных. Возвращение денег, вот той суммы, о которой многие говорили и писали, очень активно писали, когда у вас их изымали, но практически не было слова, когда вам их вернули. Я об этом тоже говорю. Да, это такая уступка со стороны Собчак, что она пошла на сговор, да, то есть для нее было принципиально важно вернуть эти деньги, я уж не знаю почему, но сумма достаточно серьезная, хотя вот последние истории со Славянкой, с оборонсервисом, вы уже, конечно, как-то, простите, померкли, да. Я посчитала, у меня меньше, чем 1200 колец, я чувствую себя просто лохом. Вот, и Ксения Собчак пошла на определенную сделку, да, то есть она сейчас, безусловно, предлагает здравые идеи, ну, кто против независимых, ну, действительно, все, и Путин будет первый, кто за, но это вот уход в сторону, да, мы вышли там наказать этот кровавый режим, мы заставим их уйти, или мы пытаемся их заставить уйти, а она теперь вот в нашу эту цельную картину, значит, мазками крупными пытается, значит, нечто свое привнести, у вас были встречи в администрации президента? Нет, у меня не было никаких встреч, и вы знаете, я вообще считаю, что бессмысленно оправдываться, нужно своими делами доказывать свою линию и свое убеждение. Я человек последовательный, и вы не сможете предъявить мне ни одного факта, который бы говорил о том, что я куда-то отступила, ушла в тень, или так далее. После возврата денег, по этой логике, я могла вообще не участвовать в оппозиционной деятельности, не участвовать ни в каком КС, не знаю, вступить в партию Кудрина, или Прохорова, или вообще никуда не вступать, вернуться в Дом-2. Поэтому, ну, мне кажется, бессмысленно это обсуждать, пусть каждый остается при своем мнении. А что подытожить, можно сказать, что это ложь. Это ложь. Я считаю, что есть много людей, которые разделяют мое мнение. Это, в частности, уважаемые люди в группе граждан. Это Дмитрий Быков, Сергей Пархоменко, многие другие члены нашего такого небольшого круга заговорщиков. В том числе у меня было несколько встреч с Григорием Чахарташвили, с Борисом Акуниным. Поэтому это просто вот моя гражданская позиция. И эти люди изначально мне близки по духу, по ощущению сегодняшнего момента. Я готова за свои убеждения страдать, их отстаивать, но я не готова идти против собственной логики и против реальности. А вы страдаете? То есть это вот плотно так прям? Я лишилась практически всей работы, и, вы знаете, деньги никогда не были для меня самоцелью. Я всегда была очень работающим человеком. Мне, конечно, сложно иметь такие серьезные ограничения в профессии. Но я не жалуюсь, потому что все люди, которые так или иначе сейчас занимают гражданскую позицию, находятся в таком состоянии и даже хуже. И мы все рискуем, рискуем и свободой, и деньгами, и карьерой. Поэтому здесь как-то выделяться я не считаю правильным. Мы все рискуем, мы все страдаем. То есть риск, он реальный. Это немнимый риск. Мне кажется, что мы... Даже в отношении вас. Мы все сейчас близки к тому, чтобы нам всем влепили двушечку. Мне кажется, что мы все, и вы в том числе, Юрий. Это как-то... Вы меня обнадежили, безусловно. Как многодетного отца, я думаю, у меня... Нет, но мне кажется, последние события показывают, что никто не застрахован. Увольнение журналистов, история очень странная с Виктором Ушаком, о ней я тоже писала, история с многими членами Координационного совета, компроматы, обыски, посадки. Это все очень тяжелое время нам всем предстоит. Оно будет нелегкое. И это вот тот путь, который мы должны пройти, пройти его достойно, не став смешными, не став маргинальными, не став людьми, которые абсолютно оторвались от реальности, потому что это путь к тому, что мы через еще пару-тройку таких вот выступлений с завываниями о нереалистичных целях, мы окажемся опять на триумфальной в составе 400 человек. И это будет главная победа тогда Путина и режима. Вот я считаю, мы должны сделать все, чтобы этого не допустить. Ксения Собчак сегодня в реальном времени на Финам.ФМ. Ваши письма на финам.ФМ. Там идет прямая веб-трансляция. 65 10 99 6. Код Москвы 495. Номер многоканального телефона. Сразу после краткого выпуска новостей я очередовать свои вопросы буду с интерактивом. То есть вы сможете в нашем разговоре принимать самое непосредственное участие. 19 часов 31 минута. Это реальное время. Финам.ФМ. Сегодня у нас в гостях Ксения Собчак. Я хочу поговорить о наболевшем, о близком, как я понимаю, и мне, и вам, пафосно выскажусь, роли либералов в нынешней российской политической системе. Ксения, либералы очень самостоятельные личности, яркие фигуры, к ним можно по-разному относиться. До сих пор они так и не смогли объединиться ни во что вообще. То есть у каждого есть либо карликовая партия, где он вождь на пьедестале, да и здесь абсолютно от Путина они ничем не отличаются. Либо вот начинаются эти дискурсы, воспоминания 90-х, какие-то личные обиды. Я понимаю, что у людей это, наверное, живо по сей день, но тем не менее. Вот на ваш взгляд, проблема либерализма в России в самих либералах в том, что они не могут донести или, собственно, в людях, которые, ну, не понимают, ну, не можете вам объяснить доступным языком, да, и у них идет отторжение. Я помню, когда вы баллотировались в КС, вы, в общем-то, считали, в том числе либералы, ну, должны себя проявить, да, захватить КС, я так скажу, да, очень более жестко. Вот на ваш взгляд, в чем причина? Знаете, это очень хороший, очень сложный вопрос. Если бы в России была большая демократическая единая партия, то я думаю, что этой партии сейчас, во всяком случае, точно был бы действительно какой-то очевидный успех. Но этого нет. Вы абсолютно правы, это вот какие-то личные амбиции. А где личные амбиции и нежелание делиться, там же возможен и подкуп, и договорные отношения, и вот вся эта раздробленность. У меня нет ответа на вопрос. Это связано с людьми, это связано с ситуацией. Я точно знаю, что это не связано с либеральными идеями, потому что мы видим на примере других стран, в том числе США, что демократические идеи могут не только быть живы, но это может быть все реализовано в огромном масштабе, и собственно, есть большой потенциал у этих идей. И это нормальная как раз ситуация, когда есть консервативная, республиканская, там, допустим, партия, демократическая. Это основа политической структуры любой развитой страны. У нас ситуация иная. Я бы не стала связывать это только с людьми, потому что, знаете, это легче все сказать. Да вот опять народ у нас какой-то не такой. Не повезло нам с людьми. Люди у нас все не такие. Вот я в это не верю. У нас прекрасные люди, и наши либералы в этом смысле ничем не отличаются от демократов в Америке, кроме одного. Очень как-то не умеем мы выстраивать системы и в этом смысле на эти системы полагаться. Вот эта патриархальность, как ни странно, она свойственна не только сторонникам такой жесткой руки, не только государственникам, как их принято называть, но, как ни странно, и либералам. Вот хочется, чтобы кто-то как-то кого-то структурировал. Хочешь, чтобы кто-то придумал идею, ее создал, и тогда уж мы это все поддержим или не поддержим. А если нам еще из администрации президента помогут такую либеральную партию как будто бы создать, так и вообще хорошо. Денег дадут. И денег еще дадут. И это ужасно, потому что в итоге мы имеем то, что мы имеем. Либо маленькие договорные партии, либо странные объединения, которые всегда висят на волоске, потому что каждый хочет значит тут же себя проявить. Это все очень печально. Но это приговор? Ну, уже нет. Знаете, Юрий, мне кажется, вы давно тоже в политическом процессе находитесь и следите за ним. Согласитесь, что то, что происходит сейчас по сравнению с теми спорами, драками и абсолютным хаосом, который был 10 лет назад в среде тех же оппозиционеров, это, как говорят, две большие разницы. Сейчас гораздо больший потенциал к договоренностям, к возможным объединениям и так далее. Вы согласны со мной? Я согласен. То есть как бы позитивная эволюция, согласитесь? Меня смущает другой момент, который я также высказывал не единожды, и он очень актуален применительно к координационному совету. Я понимаю, что это не партийная структура, это такой орган, который должен координировать и согласовать, там в самом названии это есть. Но я открыто говорил, меня смущает, когда либералы садятся за один стол с левыми. При всем моем уважении к Сергею Дальцову, который, по-моему, в ближайший понедельник будет в эфире, я нормально к нему отношусь, у нас хорошие с ним деловые отношения, но я читаю его программу, я открыто ему говорю в эфире и вне эфира, я говорю, ну, Сергей, Бога, побойся, ну, что это, какая национализация, да, а с другой стороны, я прекрасно понимаю, что эти идеи имеют среди людей очень большое распространение. Я тут грешным делом несколько написал у себя постов, да, по поводу приватизации, по поводу того, что надо вообще-то частный бизнес поощрять и развивать и создать ему условие, но русские мужики... Я читала и жалела вас, потому что я понимала, сколько на вас должно вылиться всего после таких смелых заявлений. И получается, вот понимаете, Сергея и Ди, они находят понимание, он как-то же добирается до них, до массового потребителя, уж простите за такой термин, но политика, это тоже в определенной степени универмаг, да, ты должен представить свой товар, ты должен разъяснить, пояснить, и получается так, что с одной стороны раздроблено, с другой стороны левацкие настроения, которое, наверное, имеют корни вот за эти 70 лет, тоже небесследно прошли, да, каша в головах, а либералы не структуризируются, но нет ничего, то есть есть отдельные какие-то моменты, да, есть отдельные личности, я очень хочу объединить, чтобы произошло объединение. А я как хочу, Юрий, я как этого хочу. Получается, это приговор, Ксения? Слушайте, нет, это не приговор, это не приговор, потому что явно ситуация гораздо лучше, чем она была там 10 или даже 5 лет, назад. Вопрос, что пока это вот тот, я надеюсь, питательный бульон, в котором все это выкристаллизуется, и эти люди смогут найти общий язык, объединиться, и я искренне в это верю, это единственный путь к тому, чтобы создать некую такую общую платформу, общий демократический базу. Что может замотивировать? Во-первых, ощущение того, что, возможно, в таком случае реальная победа. А сейчас, получается, нет уверенности? Сейчас просто нет реальных выборов, то есть, если бы завтра была ситуация с выборами в Мосгордуму или в Думу, тогда, может быть, и ситуация была бы иначе. Сейчас просто, знаете, политики в этом смысле люди, как правило, очень циничные и реалисты. Они понимают, какой смысл сейчас объединяться. Мы не знаем, что завтра будет с Навальным, мы не знаем, что завтра будет с Рыжковым, с Немцовым или с кем-то еще. Лучше подождать до так называемого выборного периода, когда уже пойдет вопрос о списках, о том, чтобы выступать с общей платформой. Тогда, я все-таки надеюсь, что к этому моменту будет уже ясная политическая картина и карта. Я не считаю, что существует какой-то приговор. Я считаю, что либералы уже понимают, что это единственный путь к победе. Единственный путь это объединение. Этого не понимают те, кому невыгодно это понимать. Это не понимает яблоко, потому что яблоко, он, находясь в той системе отношений с Кремлем, в которой они находятся, невыгодно с кем-то объединяться. У них свои бюджеты, свои лидеры, своя программа, им это просто не нужно. И, соответственно, это объединение всегда будет невыгодно тем, кто, ну, собственно, не заинтересован в каких-то масштабных победах, а заинтересован в бюджете, в своих договоренностях и так далее. И, кстати, это хорошая лакмусовая бумажка, чтобы определять вот таких вот договорников. Для меня самый верный признак это такое вот упертое нежелание объединяться в единую демократическую структуру. Мне рассказывали такую историю где-то года три, наверное, тому назад Владислав Сурков ходил с проектом либеральной партии к Владимиру Путину. И даже было дано согласие господинам президентам на то, что, ну, он понимает, электоральная база есть, кто бы что ни говорил. Даже вот с моим пессимизмом, да, я имею в виду, левакские настроения очень доминируют. Ну, они есть, но, тем не менее, это не критично. Была дана отмашка и предполагалась эвакуировать из Единой России либеральных депутатов. Там тоже есть либералы. Есть, реально. Вы так говорите, там тоже есть либералы, как будто на Марсе тоже есть жизнь. Вот это звучит примерно так. Ну, Единая Россия это почти как Марс. Вот Кириосити нам должен все-таки рассказать, есть ли жизнь на Марсе. Да, примерно то же самое с Единой Россией. Но в последний момент побоялись. Побоялись по одной простой причине, как мне сказали Борис Грызлов поехал к Путину уже после Суркова и торпедировался. Правда, неправда? Вроде как говорят, правда, да? То есть, одна история... Я даже знаю тоже эту историю. Я, правда, знаю ее в несколько другой версии, но тоже из очень такого, так сказать, практически из первого лица. Да, что действительно Владислав Юрьевич Сурков года три назад предлагал такую концепцию и предлагал ровно потому, что он понимал, что когда баланс сил так сильно нарушен, нужно какая-то псевдолиберальная сила, которая этот баланс будет нивелировать, потому что ну невозможно находиться в структуре, где вот совершенно нет никакого баланса и никакой второй силы, которая... Мосгордуме, Единая Россия, КПРФ. Абсолютно. И, кстати, даже по Думе, если мы вспомним, одна из самых сильных в смысле функционирования Дум была коалиционная, первая путинская Дума при первом его сроке. И как-то она все-таки была достаточно действующей, рабочей, и никакой трагедии в том, что там не было главного процента у главной правящей партии, не было. Контрольного пакета. И в этом смысле сейчас появились такие жуткие страхи. Насколько я знаю, по моей версии, именно Путин забраковал этот проект и не захотел его осуществлять. Ну, значит, в моих глазах попытались облагородить Владимира Путина, переведя стрелки на Бориса Грызлова. Ксения, но я это к чему? Если власть почувствует, что либералы, неолибералы, демократы начнут группироваться, реальный процесс пойдет, то и одной, и другой стороне придется реагировать. Я не говорю о вступлении в некие сепаратные переговоры, но мы прекрасно с вами понимаем, это реальная страна с реальными людьми и реальная политика. И если Путин почувствует движуху полномасштабную, он будет на это реагировать. Это могут быть разные варианты. Беседы, подкупы, угрозы, посадки, что угодно. Вот на ваш взгляд, в этой ситуации как либералы должны себя вести? Это очень сложный вопрос. Согласна. Я скажу так. Единственный способ избежать вот этого мелкого жульничества и каких-то подлостей, это только открытые переговоры. Я считаю, что такие переговоры должны быть, но они всегда, и это принципиально, должны носить публичный характер. То есть вот все эти интриги в мутной воде начинаются тогда, когда это где-то происходит по кабинетам, какие-то переговоры, причем, как правило, эти переговоры, они плохи для всех сторон, потому что в итоге кидают этих несчастных договорщиков, которые там для себя выманивают какой-то кусочек крошки, и, то есть, наниматели тоже недовольны, потому что они тоже как-то себя в какой-то момент начинают иначе вести. Это вот все ничем никогда хорошим не кончается ни для кого. Поэтому здесь важна вот какая-то чистота и порядочность. Нужно понимать, что любые переговоры должны носить открытый, публичный характер на всех уровнях. Но вы романтик. Вы такой же романтик, как и я. То есть вот когда произнесли чистота и порядочность, да, я понимаю, что мы... Вы считаете, что это невозможно? Нет, я думаю, что это возможно. Если бы я считал, что это невозможно, то тогда чем мы занимаемся? Ну зачем тогда все это? Ну а дайте там назначить я не знаю там на века вечные, да, и наверное может быть порядок. Слушайте, но я считаю, что в данном случае власть нам чуть-чуть подыгрывает, и это хорошо, потому что Володин, в отличие от Суркова, я вам тоже должна сказать такой какой-то инсайт, который знаю я, исходя из вот расклада. Володин, в отличие от Суркова, он вообще не хочет и не склонен вести каких-то кулуарных с кем-то переговоров такого рода. То есть Сурков этим славился, он считал, что это правильная позиция, и вот это оттенки серого, это, собственно, была его стратегия выживания. Для власти, кстати, я считаю, вполне правильная. То есть с той стороны забора это была вполне эффективная стратегия, к сожалению, на достаточно долгий период. И поэтому и было абсолютно выжжено политическое поле, это деятельность и вот эта политика администрации. Ситуация изменилась. Володин в этом смысле, он считает, что вот надо давить, задавливать и никаких переговоров. И в этом смысле большое ему спасибо, потому что не будет соблазна это делать. И тем силам, которые... 19 часов и 46 минут в российской столице. Это Финам-ФМ. Реальное время. Здесь Ксения Собчак, член Координационного Совета Российской Оппозиции. Вот эту часть эфира мы проведем в интерактивном режиме. К вашим услугам наш многоканальный телефон, его номер 6510996, код Москвы 495. Единственная просьба четко, лаконично формулировать свои вопросы. Ксения, и вас также попрошу, да, с ответами. И финам.фм, это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Вот это оставшийся четверть. Работаем один, один звонок, одно письмо. Добрый вечер, в эфире. Как вас зовут? Алло. Добрый вечер, меня зовут Азат. Да, Азат. Спасибо за гостью. Приятно. Удивлен. Последний год. Не ожидал. И у меня вот такое реплика и предложение. Первое. Во-первых, конечно, судебная реформа вещь нужная. Я как-то немножко связан с судебными делами. И понимаю, что конкретно концепции этой реформы сейчас все будут просто говорить, что оппозиция пытается давить. Что у нас, сами понимаете, это невозможно. с другой стороны, у меня к вам как бы, ну, вопросы, предложения, может быть. Ваша группа, в основном, люди медийные. И очень много журналистов. Почему бы не сделать основным требуем именно о свободе слова? хотя бы предоставление эфира на втором канале, который является государственным. Мы все являемся членами этого года, тоже имеем право на данный эфир. соответственно, подготовить определенное и сказать, что, ребята, определенное время, да, пропорционально, пускай это будет там 20% или 10% эфирного времени, но вы нам должны предоставить. Да, спасибо. Пожалуйста. хороший вопрос. Вы знаете, в нашей концепции каждое какое-то мероприятие, каждое шествие или каждое мероприятие оппозиции за этот год должно иметь какую-то одну тему. Это, собственно, то предложение, которое выдвинула группа граждан, чтобы никто влез, кто под рова, а суды, СМИ и так далее. Поэтому второй или третий митинг, шествие, какое-то событие мы как раз хотели посвятить СМИ. Честно говоря, для меня это вообще главная проблема, которой лично я бы хотела заниматься. То есть вы предлагаете не распыляться, а предметно Да, да, но это все описано, я не буду повторяться, потому что я считаю, что во многом, в том числе, проблема вот тех митингов, которые были, это то, что это очень все мозаика, и вот и социальная, и суд, и Путин уходи, и еще свобода СМИ, и вот, и, ну, для человека сложно, вы как журналист понимаете, сложно воспринимать вот такой вот салат. То есть должен быть один месседж. Это правило и всех выборов, и всех выборных компаний. Ты должен посылать один месседж. И вот внутри каждого шествия, каждого митинга, он должен быть вот некий один такой сигнал. Сейчас я просто считаю, что судебная реформа и требования независимого суда, это более актуально в связи с последними делами политзаключенных, так как задача, это прежде всего защитить этих людей, требовать их освобождения и требовать их независимого суда над ними, то это, ну, было бы странно, когда вот вся эта история с Развожаевым, вся история с Узниками Болотной, а мы просим выходить за СМИ. Это будет выглядеть, что, знаете, вот есть группа журналистов, которых не пускают на федеральные каналы, и вот они вот все про свое, пустите нас на федеральные каналы. Это не соответствует просто моменту. Но то, что лично я считаю, это тоже одним из основных требований, что если неделя у нас будет свободное телевидение, то через неделю у нас будет другая страна, в это я верю, за это я буду биться, и я буду настаивать на том, чтобы одно из мероприятий было посвящено целиком и полностью требованиям по свободным СМИ. По письмам буду отдавать предпочтение иногородним, и тут Роман аж из Якутска, да, то есть вот прибавляем 6 часов, господа, там сколько, там уже второй час ночи, и в Якутске нас слушают, уважаемая Ксения, пишет Роман, когда в нашей стране женщина станет президентом или хотя бы премьер-министром, может из-за тотального патриархата во власти большинство наших проблем, женщины, они, как правило, меньше и реже воруют, так считает Роман, они чувствительнее, выносливее, дольше живут, наконец, более восприимчивы к чужой беде, как думаете? Это очень общее высказывание, мне кажется, что Роман просто может быть мало знаком, например, с Валентиной Матвиенко, с какими-то другими женщинами во власти, поэтому такое смелое утверждение. Я считаю, что в ближайшие 50 лет, к сожалению, ни о каких женщинных президентах можно вообще забыть и даже как-то не думать об этом, но я, кстати, не разделяю тоже вот такого оптимизма, разделения по гендерному признаку и так далее. Если мы вспомним главных женщин в политике, что далеко ходить даже, Ангела Меркель или в свое время Маргарет Тэтчер, как раз женщины, которые пробиваются в политике, как правило, обладают очень мужским характером и вынуждены быть даже жестче, чем мужчины, для того, чтобы как-то преодолевать поговорку о том, что потолок женщины – это ее пол. В этом смысле я бы поспорила с высказыванием о том, что женщины более чувствительные и сентиментальные. Вы знаете, читая очень много о Маргарет Тэтчер и во многом ею восхищаясь, как политикам, я могу сказать, что она даст фору многим мужчинам-либералам со своей политикой в Англии. По поводу другой дамы это Хиллари Клинтон. Кто бы был президентом США? Муж Хиллари Клинтон был бы президентом США. Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Алло. Здравствуйте. Юрий. Да, добрый вечер. Юрий, меня зовут Москва. У меня такой вопрос к Ксении. Ксения, я сегодня вот лицезрел на YouTube. Ваш завтрак с Александром Лебедевым, это так называется как бы видеоблог его. Вот там вот вы сказали интересную вещь. Вы сказали, что итоги приватизации нельзя пересматривать. Это все равно, что пересматривать постсдамские соглашения или пересматривать итоги войны. Вот у меня такой вопрос. А войны кого с кем пересматривать? Спасибо за вопрос. Завтрак с Александром Лебедевым имел место, по-моему, полтора года тому назад. Но тем не менее, я все равно разделяю эту концепцию. Я считаю, что итоги приватизации нельзя пересматривать. Максимально речь может идти о каком-то, о какой-то договорной ренте или проценте за то, что мы понимаем, что эта приватизация была нечестной. Да, я считаю, это была нечестная и незаконная приватизация, но я исхожу из концепции того, что наша страна только и занимается тем, что мы все время что-то пересматриваем и каждый раз отходим от основополагающего принципа для меня. Это принцип частной собственности. Я считаю, что это главная трагедия России. Это то, почему наша буржуазная революция отличалась от английской, от французской и почему мы находимся в том состоянии, в котором мы находимся сейчас. В других европейских странах отрезали, казнили, резали головы королям. Менялся политический строй. Монархия сменяла республику, но неприкосновенным оставался принцип частной собственности. Именно это позволяло расти и развиваться среднему классу. Поэтому, начав пересматривать итоги несправедливой, повторю, приватизации, которая как бы касалась не среднего класса, а каких-то там далеких олигархов, изначально идя по этому пути, я считаю, что мы опять рискуем прийти в ситуацию, когда вот этот пересмотр повлечет за собой массу всяких неожиданных, очень неприятных и кровавых последствий. Поэтому я считаю, что можно и нужно обсуждать некий процент, некую ренту компенсационную от тех сделок, которые были тогда совершены, и это тоже должно все решаться в независимом суде, я выступала бы за такие меры, но категорически против пересмотра итогов. Вот это неправильная форма, и мы должны учиться, наша история должна нас учить тому, что мы не должны все время возвращаться назад и каждый раз что-то пересматривать в таком духе. Это преступно перед нашим народом. Ну тут и меня и вас попрекают по поводу значит Яблока и Григория Явлинского, а Краковская мне пишет в твиттере, что-то я не очень поняла в отношении вашего поддакивания по поводу Яблока, вы Собчак согласны? Значит, пункт первый, я, у меня ровные отношения со всеми абсолютно политиками, и с Григорием Явлинским, и с Ксенией Собчак, и с Борисом Немцовым, и с Сергеем Удальцовым, больше вам могу сказать, у меня достаточно хорошее деловое отношение с Сергеем Железняком, для кого-то это будет сейчас вообще вот просто, там красная тряпка для быка, я профессиональный журналист, вы за что цените мои программы, за то, что здесь дискуссии, здесь высказываются разные мнения, вам очень хочется одностороннего движения, так вы сами потом переключитесь на другие станции, вам будет это неинтересно, что касается Яблока и применительно Явлинского, понимаете, история действительно уже имеет длительный период, и я не вижу никакого желания ни с чьей-либо стороны объединяться. Постоянно идут вот эти воспоминания 90-х, амбиции, обиды, скорее всего, они имеют какую-то почву, да, мы все не знаем. Но можно я вам тоже как журналист, тогда вам задам вопрос. Вы считаете, что у Явлинского были какие-то договорные матчи с Кремлем, скажем так, что были какие-то закулисные договорные? Вполне возможно. Я допускаю. Я допускаю. Я допускаю. Это ответ не журналиста, а политика. Я допускаю, потому что в мутной воде, в которой мы сейчас все находимся, можно ловить разную рыбку. И бывают разные системы координат. Мне один близкий к власти человек, или, как говорят, из коридоров власти вообще сказал, Владимир Владимирович очень щедрый политик. Главный принцип только лояльность. Правый ли ты, левый ли, красный ли, белый ли, но если ты согласен на эти правила игры, тебе и денег дадут. Вот я все, я больше не буду говорить. Что касается, вот Алена все-таки пишет о том, что для нее яблоко Явлинский альтернатива. Вы иногда даже говорите его словами, имеется в виду Ксения Вы, да, Алена так заметила. Как вы к нему относитесь? Теперь я уже парирую, но уже благодаря слушательницей по имени Алена. Ну, вы знаете, я с одной стороны считаю, что, безусловно, господин Явлинский сделал достаточно много для демократии в России, для ее становления, но то, что сейчас Яблоко не набирает тех цифр, которые они набирали раньше, это тоже показатель какого-то, не то, что морального старения, а того, что вот эта политика не соединения ни с кем, и политика того, что Яблоко всегда где-то отдельно, она не приносит результата. то есть результат любой политической партии это цифры на выборах. Цифры падают. Финал — это власть. Да, цифры падают, причем падают так существенно. Это о чем говорит? Что в ситуации, когда цифры падают, а политик не хочет ни с кем договариваться, не хочет вступать в коалиции, создавать общие списки и так далее, ну, это, мягко говоря, ситуация, скажем так, странная. Поэтому вот я тоже, как и вы, я допускаю, что речь идет о каких-то, может быть, внутренних договоренностях. Я этого не знаю, я это не утверждаю, но я не знаю, почему Григорий Явлинский, господин Митрохин на сегодняшний момент не могут и не хотят договариваться с теми реальными оппозиционными партиями и лидерами, которые существуют. Это было бы логично, это было бы честно по отношению к избирателю. Вот то, что это как-то происходит все особняком, это, мне кажется, не вполне логично с одной стороны и не вполне честно по отношению к избирателям с другой. Вот у нас всего, к сожалению, 10 секунд осталось. Тут хороший вопрос от Станислава, который пишет, что уход в политику Ксении Собчак был похож на очередной пиар. В двух словах, опровергните это мнение. В двух словах я не успею. У нас всего 10 секунд. Пригласите меня в следующий раз, я с удовольствием поговорю. Хороший повод Ксения Собчак, член Координационного Сайта Российской Оппозиции. Реальное время Финамова.